Более 200 участников из 22 субъектов Российской Федерации приехали видное, чтобы побороться за звание лучших в спортивно-воздушной атлетике. Каждый номер индивидуален, чувствуется творческий подход к делу. И это неудивительно. Успех спортсмена зависит от его творческого потенциала, ведь оцениваются не только гимнастические и акробатические навыки, но еще и танцевальные. Потому что у них есть танцевальная часть, а это значит и хореография, и какие-то вещи, связанные с работой станка. То есть очень много. И артистизм очень важен. Как они, какое лицо, как они отражают свою композицию. То есть это много компонентов. Сегодня во дворце спортовидное выступают девочки в возрасте от 6 до 18 лет в одной из дисциплин воздушно-спортивной атлетики – пул-дэнсу. Судьи отмечают – уровень подготовки спортсменок с каждым годом растет. Штрафов от главного судьи становится меньше. Все более подготовленные, больше детей, особенно 6-9 лет. Дети чище выступают, тянут стопы, колени, уровень вырос. Виктория Скоболева свой путь в воздушно-спортивной атлетике начала с посещения обычных курсов по танцам. Однажды ее преподавательница предложила девочке попробовать себя в профессиональном спорте. Сегодня Вика может гордиться собой. В 2019 году она стала чемпионкой мира по пул-дэнсу. Планы, конечно же, стать чемпионом, тренером, тренировать своих учеников. На новые победы девочек вдохновляют успехи их коллег по цеху. К подготовке номера спортсменки подходят со всей ответственностью. В среднем это занимает около двух месяцев. Музыку слушаем, обращаем внимание, эмоционально отрабатываем, так же, как и технику. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы и мира, который состоится в декабре в Финляндии. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИНЭТВ.